Чао! Сегодня мы снова нарушим правила самоизоляции от интеллектуально одаренных людей на DarkRP. В этом ролике вы встретите наказанных обезьян, которые размазали свои сопли по всему экрану от одного лишь факта моего существования в Гаррисмоде. Звучит заманчиво, не так ли? Ладно, что-то я слишком разговорился для начала видео. Готовьте салфетки, надевайте лицевые маски, а мы поднимаемся на поверхность и играем на сервере Мухосранск.РП. IP-группа будет в описании, заходи. Так, ну я как бы зашел, вот, и сейчас пойду чем-нибудь заниматься на сервере. Ну, на самом деле, вы знаете, чем я буду заниматься, но зачем я об этом говорю 300 раз, я не понимаю вообще. О, как обычно, здесь постоянно какой-то движ. Интересно, что будет на этот раз. Человек, говорит, листуй. 200 рублей? Говорю, за ним лицом к стене встаю. Что-то не лицом к стене. Ты чё, блядь, тупой, что ли, свинья? Я тебе говорю, наручники от меня убери, я стану лицом к стене. Вставай, я тебя в наручники встаю. Причина, объясни мне нормально, убери наручники. Я только, говорю, приехал в город, стой. Пофиг. Я говорю, я только в город приехал. Ты как, адекватный вообще, нет, нормально? Я говорю, я стану лицом к стене, только не надо меня в наручники заковывать. Ну, ребят, думаю, вы поняли, что эта свинота просекла. Кто сидит по ту сторону монитора, и была выполнена задача докопаться на все 100%. Если кто-то не понял, зачем этот момент в ролике, то послушайте с самого начала. Я там говорю о том, что я спокойно стану лицом к стене, только не нужно меня щелкать по КД наручниками, бегать пытаться поймать. Даже еще разговор по факту нормальный не начался. Чел берет меня, пытается заковать в наручники. Ну, типа, камон, чтоб так себя вести, надо быть совсем отбитым ублюдком, которому батя вместо завтраков под затыльники дает. Все, зажимаю. Что, дурачи? Все, покой. Работать ли 30 копеек на пол и отпускаю? Отъебись. Пошел мне, сказал. Так я иду. Я самому не заебалась уже, а. Изрядно потрепав нервы охранником в тюрьме, я все же оттуда сбежал. Потом отсидел какое-то время, чтобы мой розыск пропал, и я пошел дальше искать идиотов. И смотрите, на кого я наткнулся. Нифига себе подкурит. Крутой. Получи. С УАЗика прыгай сюда. Это какой-то... Бля. Отойди. Зачем? Че, ебнутый совсем, что ли? Тебе палку в жопу запихать, обезьяна? Отойди. Да не хочу никуда отходить, мне тут нормально стоять. Вы только посмотрите, какая мразота. Ты ему нормально говоришь, что ты не хочешь никуда отходить, тебе и тут хорошо стоится. Но нет, давай воспользуемся функциями нашей профессии и будем размахивать этой палкой, куда только захочется. И да, я вас готов удивить, ребят. Я записывал кучу материала. Он там тоже присутствовал, но это такой самый насыщенный. Да, я готов вас удивить, все же. Он ведет себя так не только со мной, там не потому, что я ему чем-то не нравлюсь. Он в принципе конченый, он амбассадор этого слова, и он ведет себя так со всеми. Еще куда бы ни шло, если бы он вел себя таким образом только со мной. Ну не знаю, канал, контент, лицо мое в конце концов не нравится. Мне от этого, конечно, ни холодно, ни жарко. Я мнение такого и ему подобных нахуй увертел. Просто есть небольшая разница. Если он ведет себя так со всеми, то он в принципе всем мешает своим существованием, и было бы разумно его вообще в пермач кинуть. А во втором случае, мне он вообще не мешает, он мне наоборот помогает, такие видео делает. Так что спасибо огромное, гнида. О, блядь, давай, давай, еще раз наручники закуй меня. Причина какая, блядь, того, что я должен стоять. А ты хуйней страдаешь. Кто тут больше исполняет еще, давай поспорим. И что? И то, отъебись, говорю, от меня вообще, чудик. Отделение полиции. Вот расскажите, что у вас по-другому там пускай без припелы. Я залью вас в Найскок. Блядь, стой или убью. Хорошо, блядь, дело твое. Ну что это такое? Ну как вы себя правы? Есть причины? Да, сгорбление? Убийство? Да? Да, он просто, ну, не... Не в Минько, вы на него не обращайте внимания. Он такой себе по... Оскорбление госсотрудника. Ты ходишь, палка размахиваешь просто так, потому что можешь, блядь. Еще мне претензии кидаешь. Иди нахуй отсюда вообще. В банк иди куда-нибудь. Не уйду. За полицейским? За полицейским. Ну, раз не уйдешь, то веди себя нормально. Да я тебя уничтожу, нахуй. Поехали? Лидер, лидер, можно было два? Съемка запрещена. Немного погодя, я начал дальше снова играть. Оказался я уже в банке. И тут ко мне прилетает администратор и говорит, мол, на меня жалоба, нужно будет разобраться. Я сначала не понял, кто ее подал вообще, потому что я в принципе ни с кем особо не взаимодействовал. А потом вспомнил. Ведь меня посадил тот самый конченый полицейский вместе с его другом. Савельев, на тебя жалоба. Я не глухой, сейчас. Пожалуйста. Ну, здорово. Здравствуй. В чем дело? В каком моменте, когда было? Когда мы тебя с этим вечериком ставили. Когда? Убегал от нас. В мире, я не помню. Когда? Ну, во-первых, меня уже посадили, вы уже тогда. И, во-вторых, вы нормально не могли мне объяснить причину. Я тебе сказал, ты у меня спросил нормальную причину. Я тебе сказал, у нас идет кончат. Ну, а я тебе нормально объясняю то, что я только приехал в город. И я не могу, в принципе, сейчас найти себе хату. А кто тебе во время ком-часа из вокзала? Во время ком-часа, когда повышенная преступность выпустит тебя из вокзала? А меня никто и не оставлял там. Преступность, перестрелки, отец вокзал выпустил. Какие перестрелки? Я прошел по городу, нормально все было. Пошел в бан. Ну, когда? Сейчас кто тебя выпустит на улицу? А к чему претензия-то? Я в итоге в тюрьму сел. Ну, в итоге, пока тебя не заженил в город. Так ты мне нормально объяснил, в чем прикол того, что ты меня лицом к стене ставишь. И единственное, что против было, это то, что у тебя твой конченый дружок начал меня без объяснения сразу в наручники заковывать. Ну, а к тебе я ничего не предъявляю. Я не понимаю, что ты хочешь от меня. Ты меня в тюрьму посадил? Посадил. Ну, кто это за феррп? Феррп, ты чего? Мне конкретно угрожал кто-то или что? Я тебе оружием, то есть... Слушай, ну я только в банк зашел. Какого вообще хрена? Я, в принципе, не знал об этом. Пока мне не начали тыкать оружием, говорит то, что камча сойдет. Так я не пойму, я тебе помешал как-то рпшить? Ты меня лицом к стене ставил? Ставил. Я остановился? Становился. Я говорил, что единственное, что меня не устраивает, то, что меня без разбора начинает чел пытаться в наручники заковать. Типа, я единственное, это с ним нормально не мог беседовать. А тебе, я нормально говорю, я стану лицом к стене, только не надо меня сразу в наручники заковывать, дайте нормально объяснить. Ты это, видимо, в рот иметь хотел, все мои объяснения, то, что я пытаюсь диалог выстроить, ты сразу просто вот на автомате меня сажаешь. Я бы сел в тюрьму. Так я, в принципе, и сел. Я не пойму, к чему претензия. Ну, так и что, мы стоять долго будем? Нет, я не понимаю. Тебе объяснения не хватает того, что я тебе сказал, что я тебя нормально слушал? В смысле, ко мне это что, если ты жалобу подаешь? Ну, так, а зачем вы меня тогда позвали, если мои объяснения тут вообще роли не играют? В чем прикол? В самом деле, получилась какая-то тупорылая разборка и жалоба, как, в принципе, и тот, кто ее подал намечить. То есть, смотрите, прикол. Меня просят прийти на разборку, я прихожу, естественно, мне выдвигают претензию, я эту претензию раскидываю. Объясняю то, что феррп не было, потому что я с самого начала сказал то, что я нормально стану лицом к стене, но если меня не будет просто чел бегать, заковывать в наручники, молча. В итоге, в конце моего объяснения на меня смотрят, как на конченого дебила, и я не понимаю, почему. Меня тэпнули на разборку. По идее, я должен как-то себя защать. Я вроде пробую себя защать, и у меня это нормально получается. Но никому это не важно, я не понял тогда, зачем я тэпнулся. В итоге, вот что. Этот урод скинул администратору демку без звука. То есть, он говорит, мол, я нарушил феррп, скидывает видеоряд без звука, где я ничего не говорю, ну, типа ничего не говорю. Просто прыгаю, бегаю от него. Хотя на войсе было отчетливо слышно, что я говорю, не нужно меня, ребят, пожалуйста, заковывать постоянно в наручники, и я стану лицом к стене, дайте объяснить, почему я не дома. Как итог, этот богом обиженный уебан сел жопой в лужи и смачно просрался. Типа окей, чел уперся в феррп, и ничего не хочет слушать. Непонятно, зачем он тогда меня вообще хотел видеть на разборках. Ну, и почему бы мне тогда тоже не уцепиться? Сначала я себя более-менее, опять же, адекватно вел, а потом, почему бы и да? Админ, а ты тут? Да-да-да, в принципе, спорный момент. Ты мне объясни, зачем я тут на разборках нужен, если, в принципе, мы объяснение тут в рот ебать хотели. Типа чел со мной сейчас зачем-то сидит, разговаривает, потом в конце разговора говорит, да мне-то че, у тебя феррп, хотя я, может, третий, кажется, раз объясняю всю эту ситуацию, хотя я должен тебе это объяснять, а ты идешь с кем-то, блядь, разговариваешь, хуй пойми о чем. Что вы мне, короче, хотите? Давайте по делу. Я его забирал. Ну, понятно. На одно слово. Ну, вот, на меня жалобы, дальше. Тебе ситуацию объяснили, демку показали, да? Да, да. На демке не видно, что я с ним пытаюсь нормально диалог выстроить и объяснить ему, что вообще происходит. И говорю то, что я стану лицом к стене, там ты проверишь все, что нужно, сделаешь, но не надо на меня просто без разбора вот так подбегать, наручники надевать. Я так скажу, там звука не было. А, звука, значит, не было. То есть ты не полный демку ему показал, по факту. Главное, то, что ты не расскажешь. Слушай, ну я тоже тогда могу записать, где он бегает, в кого-нибудь стреляет, вырезать это из контекста и предоставить так, как он просто ходит, ебашит весь сервак. Ну, нормально будет? Я могу, кстати, звук вырезать, обрезать. Вот смотри, я могу, знаешь, как сделать? Я могу обрезать демку так, чтобы не было видно камчаса, вырезать звук его, просто видео оставить, где он бегает за мной, меня пытается заковать и угрожает мне стволом. Ну, типа, у меня вопрос, ты как, в себе вообще? Ну, показал бы ты д демку со звуком, раз ты в себе. То есть ты, блядь, меня посадил все равно в тюрьму, и тебе этого мало было? Ты решил доебаться до того, что я с тобой нормально пытаюсь поговорить и объяснить, почему я не дома? Тебе сейчас что нужно от меня, не пойму. Ты админу демку без звука показал, где я говорю о том, что я стану лицом к стене, только не надо меня без разбора в наручники вот так на рандоме бегать, пытаться заковывать по 300 раз. В себя тыкни, блядь, оружие мне нормальное. Я тебе еще раз говорю, у тебя на демке, если ты звук нормально записал... С кем я сейчас базарю? Я тебе еще и админ, понимал. Слушай, если бы я был ебанутым, который просто на рандоме бегает от вооруженных ментов, просто потому что это весело, то окей, я бы сам себя забанил. Но когда чел берет демку без звука, где звук фактически роль играет, где я говорю тебе, что я стану лицом к стене, только не надо меня на рандоме в наручники бегать вот так заковывать, пытаться, как ебанько вместе со своим знакомым, то, знаешь, это уже заставляет задаться некоторыми вопросами относительно того, кто подал жалобу. Ну, короче, я тебя услышал, я уважал. Приятно. Хорошо, пойди даебись до кого-нибудь другого. Ты что, ты не поднимал, ты играл? Ну все, хочется, готовься, братанчик. Спасибо. Чему? Все, ты похоро. К чему готовится? Не важно, к чему. Просто быстрее, тэп у меня... Брай, иди нахуй уже, серьезно. Вот, правда. Уважаемый Август Мирный, если вы смотрите это видео, а вы его по-любому смотрите, и вы недовольны тем, что происходит на ролике, ответьте на вопрос, когда мне уже прекращать готовиться, долбоеб? Я сижу уже почти неделю жду. Что ты хочешь мне устроить? Ну а если серьезно, то пусть этот дебил скажет мне спасибо за то, что не отлетел за обман администрации. Потому что то, что он предоставил, это вовсе не демка, это кал. Такой же, как и он сам. Я уверен, если бы он показал бы ту демку со звуком, то его бы любой администратор, который за нами тогда наблюдал, послал бы нахуй далеко и надолго. Поэтому, уважаемый Август, жду вашу благодарочку. А теперь продолжаем. Знаешь, что есть? У меня вот это есть. Да. О! Сейчас, подождите. Ты не хотите? Нет, конечно, нет, мне не надо. О, пацанчики, пацанчики. Какие пары? Зайдите вы. На, чё? Дебил. Где же? Крайзист, дебил. Чувак. Наказан, а чё? Чё он ломает в общественном месте? Ему вообще похеру, видимо. Легалиса в президенты, пожалуйста. Легалиса в президенты. Все голосуем за Леру паровного. Реально. Не, иди нахуй, как-то дороже. Может, кто-то не понял, но этот конченый обижен на меня еще с прошлого выпуска, потому что я его заджайлил там за Криминалабус. Потому что я ему еще не объяснил, почему я его наказываю. Видимо, он не только тупой, но еще и слепой, раз не может прочитать причину своего джайла. Да, твое мнение не ебет. Все заваляют. За Легалиса так же, за Легалиса. Чё-то свой ебальник открыл, я не понял. Обидел чем-то тебя? Да. Раскадин, ты чё с пушками? Любовь зла. А если не завалю, чё будет? Чё будет, если не завалю? Я буду делать вышку без нас. Сайга. Вди на базар, по базар. Кто там на... Ну говори, чё ты хочешь. Сынок, ёбаный, ты слаб. Ну пошли вы... Я тебя обидел чем-то? С чего столько грязи? Слушай, случайно, серьезно. По-моему наркотия прям реально случается. А, всё? Ленин сделает гармонию. Грязь окончилась. Вот беда, дебилов совсем не лечит. Ты вообще в аптеке лекарства спрашивал, нет? Чё ничего сказать не можешь, да? Всё, обозрабыл. Ты чё за штучку хуя базаришь, по-моему? Я не знаю, слышишь? Чё-то он подошёл, какую-то шляпу мне нести начал. Я к ребятам подхожу, спрашиваю, типа за меня проголосуют. Я не знаю, я не знаю, блядь. Чё, блядь, пенсию нахуй что ли не выдали? Чё ты? Ну, Ленин у нас есть. Ты даже в мэфернингах голосовал, боже, да, он... Так его можно за оскорбление забанить. Алло, смотри! А, нам нужно забанить кого-то? Я-то просто сказал наказывать. Он мне, кстати, в курсе, он мне оружием угрожал. Вот. Мы в банке стояли, он мне угрожал. У меня нет оружия. У тебя на спине висит оружие. У меня на спине... Правила. Я его в прошлом выпуске наказывал, подожди. А, я вспомнил. Это... Это получается... Ему... Пизды дали, он обиделся. Теперь и ходит на меня, высирается. Дос новый, да? Интересный, походу. Будет. Быдло, админ угрожает. Кулик угрожает. Кулик угрожает. Но ты еще почаще рот пооткрывай, еще интереснее получится. Ха-ха-ха. Пошли, 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 пошли. Да иди сюда, посидишь и успокоишься. Угу. Угу. Зачем ты меня бьёшь? Я просто... Ты что? Гля, неприкольно, кстати, неприкольно, неприкольно. Классная, классная. Прикольная, прикольная. Ну вот, встал вот так, взять в руки, посмотрю. А ты его, Виктор, хочешь просто проверить или что? У него нет лицензии, я хочу посадить. А, так, то есть ты его ставишь лицом к стене, он убегает и достает оружие? Нет, нет, нет. Он убегает и достает оружие, когда ты его хочешь поставить лицом к стене, правильно? Да. А, ну... Не, ну тут выбор очевиден, подожди, сейчас, это ФеррРП? Он же оружие достал на парковке воза дилера, это ненормально. Метро, тюрьма, трамвайное депо, казино, дороги, тротуар воза в них и пост ДПС, вокзал, автопарк, автопарк тоже за общественные места принимается. Так, 60 минут за 2.29 он уже получит. Я только сейчас задумываюсь о том, что чел намеренно нарушает правила. Намеренно оскорбляет, провоцирует, но нарушает, короче, много правил. Получает за них наказание и негодует от того, что я его наказал. Камон, что с тобой не так? Ладно, хорошо, я понимаю, за что такие как он ратуют, кто недовольны моим присутствием на этом серваке, они хотят того, чтобы я каждому лично тэпплся перед наказанием, говорил, за что я буду чела наказывать. Но никто не исключает такого момента, что он будет со мной еще спорить, мне обратно что-то доказывать, ныть, вот это вот говорить, что админский произвол. Нахер оно мне не нужно с кем-то спорить. Ребят, мне 21, и я уже вместо того, чтобы с кем-то спорить или что-то выяснять, я просто представляю оппонента или же недруга с хуем во рту, и мне этого достаточно. Через 2-3 таких же наказания со мной связывается менеджер, очень, кстати, адекватный человек, прям супер, респект. Обсуждая все эти ситуации с наказанными, он понял то, что все ребята получили бан более чем заслужен. Но основная претензия все та же, я не объясняю ребятам, за что я их наказываю. В итоге сошлись на том мнение, что я могу просто тэпаться к ребятам, которые нарушили, и говорить что-то в стиле такого. Тук-тук, магазин интимных товаров, вам пизда. И улетаю, наказываю челика. Уничтожен. Чекай чат. Сейчас он, смотри, чат чека, он будет гореть так. Иди к банку, я сейчас подойду, меня просто сбили. Я сейчас к банку подойду. Он, смотри, опять плачет сейчас пару сек телефонов. Он опять понял, как в том же выпуске ноет, про то, что я ему не объяснил причину бана. Какие-то терки у Сбера, короче. Да, я его. Пристрелили. За что ты его убил? За что ты убил двух людей просто так сейчас? Меню. Сивыч, красивыч. Два и три. Шестьдесят. Уничтожен. Чат чекаешь? Сейчас, спасибо. Да. Да кого снять этот припиздок, который видос снимает? Понимаешь, Влад, они правила нарушают, получают за это бан и потом плачут. Честно. Опа, нахуй. Такси, 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 такси. Чего? Влазь такси и вот этот щелобочек. Давай, вылазь. Влазь на земле. Пару, пару секунд, ребят, пару секунд. У меня ничего нету, спокойно, ребят. Пару секунд, ребят, стойте, стойте. Давайте поговорим. Давай, давай, давай. У меня ничего нету. Сейчас, сейчас смотри. Блядь, у меня ствола нету, я бы их ёбнул со стороны, сука. Их не надо ёбнуть. Они же меня не видят сейчас. Это будет нормально. Хорошо, хорошо, хорошо. Что ты мне делать? Даю они мне... Два, двадцать девять. Два, двадцать девять. А вас, блядь, нахуй ничего не спуща? Перс. А, стой, подожди, легально. Хуяда. Все, садимся, идем дальше. Дельтуем отсюда. И гейм Авгула. Дельтуем отсюда. Дельтуем эickenё. Хуяда. Посл Interviewer did техенHowever. А, куяда с précеру Median Bring Goodingoints. Отдыхается. Все впервые. Подловenti, Дельта Евбычky, чтобы понять что ты так планировке с моих писем по той машине. Продолжение следует...